Удар по иммунитету. Европарламент начал процедуру лишения депутатской неприкосновенности Марин Липен. Одного из основных кандидатов в президенты Франции подозревают в финансовых махинациях. Как это повлияет на ход предвыборной гонки и расстановку сил во втором туре узнаем от Елены Зориной. Чем ближе выборы, тем острее борьба. Но здесь, в Брюсселе, историю возможных финансовых злоупотреблений Марин Липен, одной из главных фаворитов французской избирательной кампании, с этим не связывают. Речь о 340 тысячах евро фонда ЕС. Эти средства в качестве зарплаты получили фиктивные помощники лидера ультраправых. Следователи уверяют, Липен трудоустроила свою ассистентку и телохранителя в качестве парламентских помощников. Ее не раз собирались допросить, но мешала неприкосновенность. И вот теперь Европарламент дал старт процедуре. Следственные органы Франции прислали мне два запроса о снятии депутатской неприкосновенности с госпожей Липен и госпожей Марии Кристин Бутоне. Европейский парламент уже направил эти запросы в Комитет по правовым вопросам, который этим занимается. Но допрашивать Липен следователи будут уже после выборов. Впрочем, сама она, похоже, из-за этого не очень переживает с головой, окунулась в избирательную кампанию. А сегодня и вовсе отправилась на рыбалку. Но даже там не упустила возможности уколоть конкурента. Задача Макрона говорить о работе трейдеров, потому что это напрямую связано с деятельностью его друзей, владеющих банками и крупными финансовыми корпорациями. А вот говорить с простым народом ему сложно. Вы можете сами в этом убедиться. Он не может подобрать нужные слова. Главный конкурент Липен, центрист Эммануэль Макрон, лидер первого тура и пока наиболее вероятный хозяин Елисейского дворца, по крайней мере, согласно соцопросам, тоже молчать не стал. Дескать, выход из Европы, который предлагает соперница, станет концом французского рыболовства. А в Париже студенты и школьники устроили так называемый марш гнева. Вышли на улицы, протестуя против обоих кандидатов. В ход пошли камни и бутылки с зажигательной смесью. Кто же станет новым президентом Франции? Молодой политик Макрон или ультраправая Липен, узнаем через полторы недели. Второй тур выборов назначен на 7 мая. Елена Зорина, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.